Привет, кто к нам присоединился. Приветствую вас на встрече с профессором Дэвидом Шульцем. Встреча, посвященная... Ну, мы хотели посвятить ее итогам президентских выборов в США. Но дело в том, что эта президентская гонка, очень отличающаяся от остальных по времени объявлений и результатов тоже. И поэтому итогов голосования у нас пока что нет. Но мы поговорим о том, какие итоги есть сейчас, на данный момент. Наша встреча организована при поддержке посольства США в Минске. Также напоминаю, что у нас есть синхронный перевод этой встречи. Пожалуйста, если вам удобнее эту встречу слушать по-русски, вы можете внизу экрана выбрать дорожку Russian или русский и слушать синхронный перевод выступления Дэвида. Я представлю Дэвида Шульца. Дэвид Шульц является почетным профессором университета Хэмлайн. Он преподает на факультетах политологии и правовых исследований университета Хэмлайн. Он также является профессором права в университете Миннесоты. Дэвид также имеет степени бакалавра и магистра политических наук и философии, доктора юридических наук и магистра права, доктора политических наук и магистра астрономии. Он трижды принимал участие в программе Фулбрайта, много преподавал в Европе и Азии, а также получил национальную премию Лесли А. Уитингтона за выдающиеся достижения в преподавании общественных наук. Дэвид также является автором более 35 книг и более 200 статей по различным аспектам американской политики, избирательного права и средств массовой информации. Он регулярно дает интервью и выступает в качестве эксперта в местных национальных и народных СМИ, включая New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Economist и Национальное общественное радио. Его последние книги «Энциклопедия денег в американской политике и колеблющиеся Штаты». До начала преподавательской деятельности профессор Шульц занимал должность директора департамента издонирования, а также работал специалистом по жилищному и экономическому планированию в агентстве, занимающимся вопросами деятельности общественного сообщества. Здравствуйте, профессор Шульц. Приятно вас видеть. Вам слово, пожалуйста, сейчас можете озвучить все, что вы хотели бы нашей аудитории. Что касается выборов на настоящий момент. Питер Гаусс, это вы. К сожалению, я не понял, что это вы. Здравствуйте, Питер. Питер Гаусс. Я хочу представить нашим гостям Питера Гаусса. Питер Гаусс, атташе по культуре посольства США. Он скажет вступительное слово перед тем, как вы начинали. Спасибо, спасибо. Только несколько слов. Обещаю, что, как вы знаете, 3 ноября у нас в Америке пошли выборы президента США. И поскольку я знаю, почти весь мир интересуется нашими выборами, я вот сегодня посмотрел передачу очень интересную из Аргентины по-испански. И также это повесили в Ниарве Аргентине. И в некоторых странах мира, конечно, есть очень широкая аудитория, кто очень глубоко интересуется нашими выборами. И вот что у нас пришел такой эксперт виртуально. Нам немножко объяснить, как работает наша система. И вот он будет отвечать на ваши вопросы. Что подготовьтесь, если вы можете, некоторые вопросы, которые вы можете ему задавать потом. Из-за этого, пожалуйста, и он расскажет нам об этих компаниях. Please, David, go ahead. Great, good. All right, thank you very much. Good morning from the United States. And give you an idea of where I think the current state of play is in the United States. Now, the background, just to remind you of, you know, is we, of course, had our U.S. presidential elections officially on November 3rd. That's set by federal law. And I just wanted to mention that because that issue about setting by federal law is critical, perhaps, to some of the lawsuits that are being filed at this point. But as, of course, all of us know, is that's the United States. So the date was November 3rd. Starting approximately 45 days before. It stays for election day. So in many ways, we almost had, I'm going to say, two different before November 3rd and all the voting that took place on November 3rd. And, of course, we have to add all those votes together. Now, it's also important to understand that some of that early voting that occurred was allowed to do so under existing state law, laws that are in our court systems that said that in some cases, we're going to allow people more opportunity to cast ballots. In several states, including places such as North Carolina and Michigan, for example, courts said that as long as you have your ballot postmarked, you know, the post office, you know, puts a date on it. As long as you mail it by election day, you may have the opportunity to still have your ballot counted if it's received within a certain number of days after the election. That's another important thing to understand. A third thing to understand, again, setting context in the United States is that, again, as I think I already hinted at here, we do have the U.S. Constitution that stipulates certain things about our elections, presidential elections. We also have some national laws, but the vast majority of our laws are at the state level and our elections are run at the state and local level. So we have an incredibly decentralized system, you know, unlike many countries of the world, which might have like a national election commission or a central election commission. We don't have something like that. So we don't have that same uniformity that we see in other countries. Now, the reason why this is important is, as I mentioned to you, many states across the country, in fact, almost all of them, in fact, I think it is all of them actually, allow for early voting. As I mentioned to you, some of those rules, some of them, some of them were changed as a result of court cases that were filed because of the pandemic. But when people vote by mail, different states have different rules about when those ballots are counted. For example, I live in the state of Minnesota. And what Minnesota law says is that if you vote by mail and your ballot is mailed in, state law allows for the counting of these absentee or early votes starting 14 days before the election. The results cannot be released, but they can count so that on election day, immediately, the numbers can now be added into the totals. Many states have laws that say you cannot do the counting of ballots cast by mail until election day or the day after the election. This is important because in the states of Wisconsin and Michigan and in Pennsylvania, absentee ballots could not be counted until election day. And that's going to be important for understanding what's really happening in the United States right now. So that's a little bit of a background. Another thing, just to remind everybody of again, is that everything in the United States under our U.S. Constitution is about winning the electoral college. Remember, we don't have, we don't select our president based upon a national popular vote, as most countries do. Instead, we've got a system outlined both in our Constitution, it's Article 2 of our Constitution, as well as the 12th Amendment to the Constitution that outlines the process for the Electoral College. And what that means is you have to get to a certain number of electoral votes in order to be able to win the presidency. For our purposes, the number you need to know is 270. This is 270. This is 270. 270 голосов выборщиков – это цель. Это большинство из 538 общих голосов выборщиков, которые распределены по всем 50 штатам и в округе Колумбия, столичный округ. Для того, чтобы стать президентом, нужно получить 270 голосов выборщиков таким образом. Больше половины. Вот что произошло в вечер после выборов. Если вы смотрели, как разворачивался ход выборов, как они закончились, где-то рано вечером было несколько штатов, в которых было заведомо видна победа Дональда Трампа или Джо Байдена. Например, мы знали, что Джо Байден выиграет в таких штатах, как Нью-Йорк или Массачусетс. Далее вечером стало понятно, что он выиграл Калифорнию, просто потому, что там традиционно очень много демократов, людей, которые голосуют за демократов, тех, кто поддерживает демократов. Поэтому было практически заведомо понятно, что кандидата демократа Байден выиграет. Алабама, Миссисипи, штат Юта. Мы знали, что там выиграет Дональд Трамп. Был только небольшой перечень 7-8 штатов, которые не были очевидными. Не из-за того, что там какие-то махинации проводили или фальсификации голосов. Это именно так, как в этих штатах работает система. Там демократов и республиканцев нет большинства. И вечером, дальше, вечером, ближе к ночи, мы видели Флорида, Северная Каролина и Огайо. Вроде как там была сильная поддержка Джо Байдена. Казалось бы, что поддержка на его стороне. Но затем, ближе к вечеру, эти цифры в этих трех штатах сместились в пользу Дональда Трампа. Это пока... То есть, это результаты не ввиду фальсификации, не какие-то махинации были проведены. Что произошло? Голоса поступали из разных штатов, из разных мест штата, из разных округов штата. Иногда они приходили из районов, где живет электор Джо Байдена, а где-то Дональда Трампа. И сначала Джо Байден ввел, а потом он потерял это лидерство. Ввиду того, что у нас большая страна и часовых поясов тоже много, Джо Байден начал снова лидировать в таких штатах, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. В критически важных штатах. И что произошло? Тоже начали поступать бюллетени. И опять лидерство Джо Байдена пошатнулось. И вроде как Дональд Трамп стал впереди. Однако еще раз скажу. Эти голоса, которые были подсчитаны 3 ноября, не учитывали досрочное голосование. Особенно в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Потому что они даже не начинали их считать до дня выборов. Голоса скопились, но не были подсчитаны. По-моему, они считают даже 4 ноября, а не 3. То есть на следующий день после выборов. Вот так выглядел день выборов. Я знаю, что рано-рано утром 4 ноября, это среда в США, час-два утра, где-то 9 часов утра по Беларуси, 9-10 утра по времени Минска. На этот момент, на час-два ночи 4 ноября, у Дональда Трампа была хорошая позиция, хорошие шансы выиграть выборы. Агайо, Северная Каролина, Флорида, он там выиграл. Ну, казалось бы. Мичиган, Пенсильвания, Висконсин. Они тоже цифры складывались в пользу Дональда Трампа. Но затем пришли дополнительные результаты. Дополнительные бюллетени. И появилась информация, прошла информация. Стало очевидно для нее, что Аризона, которая голосует за республиканцев, в последний раз в 1996 году демократ побеждал в этом штате, в штате Аризона. Это был Билл Клинтон. Что произошло? Аризона, большинство, ну, несколько экспертов предполагали, что эти голоса станут переломными в этих выборах. У Джо Байдена ситуация начала разворачиваться в его пользу. Хотя вроде как должен был выиграть Дональд Трамп. Исторически так было, республиканцы выигрывали. И вот за последние 24 часа поступают бюллетеней из таких штатов, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Также здесь Северная Каролина участвует. И Джорджия. Невада и Аризона. Бюллетени на данный момент все еще подсчитываются. К концу дня 4 ноября среды, примерно около полуночи, то есть 5-го числа сегодняшней ночи, пришли бюллетени, были подсчитаны досрочные голоса. И Джо Байден ввел в штатах Висконсин по последним, и в Мичигане. В Висконсине и Мичигане. Он был переделан на достаточно приличный отрыв, с достаточно приличным отрывом. Там несколько тысяч, десятки тысяч голосов. И он был объявлен неофициально победителем в этих двух штатах. Дополнительно, помимо этого, Аризона, то есть казалось бы, что у него хороший отрыв Джо Байдена, и у него действительно был хороший отрыв в штате Невада. Очень сильно снизился отрыв, сократился отрыв в штате Пенсильвания. Еще сотни тысяч бюллетеней предстоит пересчитать, учесть, особенно из города Филадельфия, это столица и пригороды Филадельфии, а там очень много демократов проживает. Я полагаю, что погрешность, вернее, разброс, разница по голосам в штате Джорджия, не путать с Грузией, да, Джорджия. Джорджия – это штат Джорджия. Сейчас там разница 20 тысяч голосов, и пока еще очень много голосов не подсчитаны. В округе Колтон, там, где находится Атланта, столица штата Джорджия, там тоже очень много демократов. Поэтому на данный момент подсчет голосов не завершен. Строго говоря, у нас нет официальных, реальных результатов выборов того, кто является победителем. Согласно законодательству всех 50 штатов Соединенных Штатов Америки, после выборов, после того, как будут подсчитаны голоса, это двухнедельный период на это дается, два-две недели идет подсчет голосов, вносятся поправки. Да, иногда совершаются ошибки, их нужно исправить, есть поправки. Все 50 штатов проводят то, что называется счетной комиссией, Canvassing Board. Это счетная палата или счетная комиссия по штатам, когда они... И именно на этой встрече по штатам объявляются результаты. Ничего необычного, это так и происходит. Голоса корректируются, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, небольшая погрешность, для того, чтобы уладить все вопросы, уладить все ошибки, если есть такие будут. У нас пока нет официальных результатов, которые озвучены этими Canvassing Board, этими счетными комиссиями. По любому, ни по одному штату нет таких цифр. Поэтому цифры могут измениться, возможно. Также мы знаем, что в таких штатах, как Мичиган, скажем, по решению суда, если почтовый штемпель на конверте с бюллетенем стоит 3 ноября и ранее, и он был получен даже с задержкой 2 недели, он будет учтен, этот голос будет учтен. По-моему, в Пенсильвании правило такое. Если штемпель до 3 ноября, и голос опоздал всего на неделю, то есть не больше, чем на неделю, он будет учтен. И это путаница из-за того, что в разных штатах разные правила. Возникает такая путаница. Какая у нас неофициальная ситуация на данный момент? В Соединенных Штатах Америки, просто по традиции, СМИ, основные телеканалы, часто проводят свою собственную аналитику, независимую аналитику. И они делают выводы по поводу того, кто по их мнению, ключевой момент, выиграл мнение, выиграл выборы. И, опять-таки, исторически традиционно Associated Press AP это агентство, которое определяет повестку новостного фона. То есть определяет новостной фон. Это большая сетевая станция, как CBS и NBC, ABC. Associated Press это источник для этих крупных телеканалов. Так они делают суждения по поводу того, кто впереди. Но не всегда это правило является неизыблемым. CNN, например, сама считает. Fox News тоже. Fox, сеть Fox. Fox News тоже считает сама. Почему я это упоминаю? Опять-таки, по состоянию, наверное, 7.28 текущего времени. Это 8.28. EST время, восточно-стандартное время. Вот как ситуация выглядит на 7.28 по центральному времени США. Если включить сейчас Fox News, там будет следующее. У Джо Байдена 264 голоса. Голоса выборщиков. 264. Выборы они отдали Висконсин Байдену, Мичиган Байдену и также Аризону. Они, по их мнению, там выиграл Джо Байден. 264 голоса у него есть, у Байдена, по их мнению. 6 не хватает до победы, до 270. В данный момент пока еще не посчитали, то есть пока еще нет мнения по Неваде, нет мнения по Пенсильвании, Джорджии, Аляске. Теперь, если включить CNN, CNN это еще один крупный игрок в этом смысле, они, как и Associated Press, AP, говорят, что у Байдена сейчас 253 голоса. 253. Они считают, что в Аризоне слишком близкие результаты, чтобы определить победителя, и в Неваде то же самое. Аризона, Невада. Это важно. У Невады 6 голосов выборщиков, и 11 в Аризоне, у Аризоны, штата Аризоны. Почему это важно? Потому что, если Fox News приписывает Байдену 264 голоса без Невады, если в штат Невада выяснится, что там проголосовали в пользу Байдена, 264 и 6, 270 – это минимум, абсолютно минимум, который нужен для президентского поста. Тогда Джо Байден побеждает. Если это CNN и Associated Press, если мы отталкиваемся от их цифр, 6 – Невада, голосов выборщиков, 11 – Аризоны. Это 17 в сумме. На CNN данные по Байдену 253. Если эти два штата, по мнению CNN и Associated Press, будут в пользу Джо Байдена, они тоже, в сумме 253, 17, 253, 6 и 11. У Байдена тоже будет победа, по мнению CNN. На данный момент и в Аризоне, и в Неваде есть лидерство Байдена. У меня нет точных цифр перед глазами. Все еще там считают досрочные голоса. Однако, досрочное голосование, заочное голосование, эти бюллетени поступают из тех округов, вернее, где живут в основном сторонники демократов. В Аризоне самое крупное графство, округ, вернее, это Мерикопа. Это столица штата Феникс, он там находится, в округе Мерикопа. Да, спасибо. Округ Мерикопа. Очень много населения там, очень густонаселенный район, и там очень сильные тенденции за демократов. То есть поддержка демократов историческая. Штат Невада, где сейчас бюллетени еще не посчитаны, это Лас-Вегас и Ирена. Лас-Вегас и Ирена – это два крупнейших города. В Неваде они тоже в поддержку демократов. И результаты такие. Еще голоса считать и считать. С учетом того, что у Джо Байдена в этих двух штатах, в Аризоне и Неваде, хорошее лидерство, вряд ли, но, тем не менее, не так уж и невозможно, вряд ли Дональд Трамп справится с таким отрывом. Вряд ли он побьет отрыв Джо Байдена. Именно поэтому в Аризоне, Фокс Ньюс, по мнению Фокс Ньюс, с учетом лидерства Джо Байдена, с учетом количества бюллетеней, которые еще не посчитаны, то есть, по мнению Фокс Ньюс, Джо Байден в этом штате побеждает. АП и СНН пока еще не думают так. В определенное время сегодня, опять-таки, по пересчете на минское время, это где-то будет в районе восьми вечера у вас будет времени, часа через три с половиной, может быть, чуть позже, должна быть пресс-конференция от глав штатов и Аризоны, и Невада. То есть, это не главы штатов, главы избирательных ведомств. Они уполномочены выступать через СМИ по поводу того, как обстоят дела с подсчетом голосов. По-моему, по-моему, в определенный момент сегодня вечером у нас будет гораздо более четкая картина по этим двум штатам, Аризона и Невада. Я не удивлюсь, если, скажем, примерно в районе восьми часами вечера и полуночью по Минску будут более точные результаты. Эта информация будет готова уточненные результаты. Или Fox News, или Associated Press, или CNN объявят на основании результатов по этим двум штатам у Байдена будет достаточно голосов для выборщиков для того, чтобы стать президентом. Думаю, что это произойдет после полуночи уже 6 ноября по Минску ночью или вечером ближе к ночи в США. Также мы знаем, что достаточно сильно в Пенсильвании и в Джорджии лидерство Трампа чуть меньше уверен насчет Джорджии, чем насчет Пенсильвании. Лидерство Трампа уменьшается. Есть такие суждения, что это на подсчет всех голосов, всех бюллетеней уйдет несколько дней. Джо Байден даже в этих штатах, по крайней мере, в штате Пенсильвания может выиграть. Хотя там сейчас победитель вроде как Дональд Трамп. предположительно. Тем не менее, если он выиграет Неваду и Аризону, то Пенсильвания ему уже постольку-поскольку. Как выглядит арифметика до 270? У Байдена ситуация гораздо радужнее, чем у Дональда Трампа. Кто доберется до 270? На данный момент Байдену нужно выиграть штат Невада и, скорее всего, большинство экспертов склоняются к тому, что он его выиграет или чтобы он победил и в Неваде и в Аризоне. И тоже многие эксперты сходятся во мнении, что это произойдет. Дональду Трампу нужно будет выиграть штат Пенсильвания и все остальные штаты. Эти штаты должны удивить в Аризоне чтобы там выиграл Дональд Трамп в Аризоне и Неваде. В частности, или в Висконсине и в Мичигане, чтобы результаты были пересчитаны и уточнены. Но пока это маловероятно. Вот такая картинка сложилась на данный момент. Дональд Трамп его кампания последний новостной выпуск, который я смотрел, это было 40 минут назад, 7 утра по моему времени, центральное американское время. Это 4 вечера по Минску, то есть 40 минут назад. Трамп подал иск в Джорджии, Пенсильвании и Вичигане. Подал иски. Его юристы подали иски с целью остановить подсчет голосов. И через несколько минут мы подойдем к юридической стороне вопроса. Но на данный момент Трамп пытается остановить подсчет голосов, предлагая различные юридические аргументы. Юридический путь для Дональда Трампа такой скользкий, скользковатый. И я это говорю как профессор юриспруденции. Я преподаю избирательное право. Я изучал эту тему более 25 лет, почти 30 лет. Что касается юридических средств, которым может прибегнуть Дональд Трамп, они очень ограничены. И маловероятно он сможет преуспеть. Но опять-таки это тот путь, которому сейчас остается, по-моему. Давайте я сейчас остановлюсь и дам вам шанс задать какие-то вопросы, если такие есть. Может быть, у вас будут какие-то детальные вопросы по поводу юридической стратегии. Я тоже смогу на это ответить. Но я дал вам ту информацию, которой мы владеем, которой я владею на данный момент. По крайней мере, постоянно на полчаса, на 40 минут назад. А есть ли вопросы? Да, есть вопрос, можно озвучить? Пожалуйста, конечно, пожалуйста. Профессор, можете рассказать чуть больше, чуть подробнее по поводу того, вот это решение Дональда Трампа оспорить голоса в некоторых графствах, в некоторых округах, вернее, это реально? Как суды будут себя вести в этих случаях? Будут ли они серьезно рассматривать иски Трампа? Отлично, хороший вопрос. Прежде всего, я знаю, президент уже оспорил в суде результаты по трем штатам. Он сказал, что дойдет до Верховного суда со своим иском. Так, сейчас я включу у себя профессора юриспруденции и порассуждаю с этой точкой зрения. Очень сложно, чтобы иск дошел, особенно касательно выборов, до Верховного суда. У многих людей сложилась вот эта картинка 20-летней давности, когда Верховный штат, Верховный суд США, Буш против Гора, по сути, решил итог выборов во Флориде. Во Флориде в итоге выиграл Джордж Буш, и, соответственно, Джордж Буш выиграл пост президента, стал президентом. Для того, чтобы иск дошел до Верховного суда и был там рассмотрен, нужно пройти суд уровня штатов, суд штата Пенсильвании, суд штата Джорджии, или, скажем, штата Висконсина и так далее. Это первая инстанция. Нужно дойти до высшей инстанции в штате и затем в федеральный суд США. Апелляция. Либо подать иск в федеральный суд США и работать выше к рассмотрению его в Верховном суде. Чтобы Федеральный суд или Верховный суд США что-то рассмотрел, конкретный иск, нужно доказать, что определенные нарушения произошли федерального или конституционного законодательства или были нарушены какие-то федеральные законы. Это не невозможно, но тем не менее сложно. Задача непростая, но посильная. Также я упомянул, что в каждом штате есть свой юридический механизм по поводу того, как поступать в случае очень близких результатов. Например, в Висконсине отрыв очень маленький одного кандидата от другого. во многих штатах есть требования, специальные требования. Если отрыв на выборах составляет определенный маленький процент, один процент, например, между первым и вторым местом, в некоторых штатах это полпроцент регламентировано. Если эти выборы очень плотные, с минимальным отрывом, это автоматически запускает обязательную процедуру пересчета. Это оплачивается за счет правительства из правительственного бюджета. Есть некоторые ситуации, когда можно попросить на свое усмотрение посчитать голоса, но тогда это оплачивается из кармана просящего. Пересчет голосов это достаточно штатная процедура, рутинная процедура в США. У нас есть хорошее законодательство, которое регулирует эту процедуру. Как происходит пересчет голосов? Поменяют ли пересчитанные голоса ситуацию, это опять-таки говорит в пользу нашей надежности нашей избирательной системы. Почему я это упоминаю? В штат Висконсе, например, где юристы Трампа подали иск с требованием по пересчету голосов. Возможно, там он доведет дело до суда штата. Легко. До тех пор, пока пересчитанные голоса не пересчитаны, ему нужно будет доказать, что ему был нанесен вред путем мошенничества, например, его шансом на победу. Что касается других штатов в стране, он пытается в своих исках оспорить, он заявляет, что были случаи махинации. На самом деле, такой аргумент нельзя выдвигать без доказательств, без доказательства. Не обязательно показать доказательства, предъявить доказательства мошенничества подтасовок. У Трампа этого нет. Если Трамп хочет остановить подсчет голосов, ему нужно показать с юридической точки зрения предмет иска. Нужно доказать, что ему действительно был нанесен ущерб. Если продолжается подсчет, если он не сможет показать махинацию, указать на реальную махинацию, он не сможет доказать, что ему нанесен вред. Потому что если голоса будет продолжаться, он может получить лидерство и выиграть. Поэтому он не показывает тот ущерб, не доказывает тот вред, который был ему нанесен. Эти иски, которые сейчас идут, я хочу остановить голосование, подсчет голосов, вернее, хочу остановить подсчет голосов, не хочу продолжать, по причине махинации. Эти иски обречены. Когда он пытается выдвинуть другую аргументацию, я сейчас упомяну упомяну про федеральный закон, который называется Uniform Federal Election Law. Это однотипность выборов, то есть равенство, равный процесс выборов. Федеральные выборы должны проходить в один день. Uniformity. Единообразие. По сути, закон сформулирован достаточно странно. там написано, что федеральные выборы в США должны пройти в первый вторник после первого понедельника ноября. В этом году это 3 ноября. Что Трамп пытается оспорить? Какой аргумент он приводит в своем иске? Он говорит о том, что досрочные голоса, которые были поданы заранее, Absent Evils, Early Votes, они нарушают право вот этого единообразного, то есть единого дня выборов в США и поэтому их нельзя считать, нельзя учитывать. Есть проблема с этим аргументом, с этим юридическим аргументом. По тем бюллетеням, которые уже получены по состоянию на день выборов, они уже пришли, они уже считаются. Он не может исключить их из процесса подсчета. потому что суды давно постановили возможность штатов учитывать голоса, которые поступили после дня выборов, вернее, до дня выборов. То место, где он может чуть-чуть, если у него небольшой шанс преуспеть, это по тем бюллетеням, которые пришли после дня выборов. Они могут быть не посчитаны. Пока до этих бюллетеней еще даже дело не дошло. Он пытается оспорить те бюллетени, которые сейчас подсчитываются, которые были поданы без нарушения процедуры. Поэтому аргумент с точки зрения, юридической точки зрения, у него очень такой скользкий. Еще один аргумент, который он выдвигает, решение рядом судов позволить подсчет голосов после дня выборов, если они придут после дня выборов, но почтовый штемпель день выборов и ранее, он может оспорить, что такое разрешение, такое решение судов нарушает Конституцию США. И только законодательные органы штатов могут регламентировать сроки поступления запоздавших этих бюллетеней. Если суды продлевают эти сроки в будущее, то есть более поздние, то есть голоса, которые опоздали больше, могут подсчитываться, они нарушают закон о едином невыборе США. Скорее всего, он тоже проиграет этот иск, это дело вернее, потому что в случае, например, со штатом Пенсильвании, штатами Пенсильвании Северная Каролина, суды уже урегулировали этот вопрос и его иски были отклонены. Аналогичный иск был подан в Мичигане и суд уже решил, принял решение по этому иску. Почему я говорю так подробно здесь? У Трампа есть некоторый шанс. суды изменят ту точку зрения, которую они приняли, которую они выразили ранее. Вопросы. пока Трамп не доказал, что его избирательным шансом на избрание был нанесен вред, он не показал масштабных махинаций, не доказал. Также у него были решения суда против него до этого, до выборов по ряду из этих пунктов. Будет очень сложно, не невозможно, но очень сложно Трампу по юридическому пути добиться победы. Даже если он решится на этот шаг, ему будет очень сложно довести дело до Верховного Суда США. Поэтому меня одолевает скепсис по поводу его возможности остановить подсчет или развернуть процесс в свою сторону. Лукас, еще несколько вопросов, может, у вас созрело. Один, спасибо, что ответили на первый вопрос. Как вы думаете, это повлияет на дебаты, которые продолжатся далее? Весь процесс установления новоизбранного президента. Как будет ситуация развиваться далее, если будут заблокированы юридические попытки Трампа? Так, если они будут заблокированы, но однозначно будут его сторонники, которые будут разочарованы и разгневаны. Вы знаете, что Эл Гор, когда Эл Гор, когда дело Буша против Гора, Верховный суд решил в пользу Буша, народ в основном это пережил. Мы приняли, что выиграл Буш. Соединенные Штаты сегодня гораздо больше расколоты по партийной линии, чем 20 лет назад. Поэтому не будет вопросов по поводу того, что многие будут разочарованы. Я не удивлюсь, что будут демонстрации против того или иного победившего. Но в конечном итоге этим все и закончится. В конечном итоге больше нечем возразить. С одной стороны, первое время, то есть переход власти, процесс перехода власти, если изберутся Джо Байдена, этот процесс осложнится. Вот и все. Вот еще один момент, который я хотел бы упомянуть. Есть некоторые жесткие дедлайны. Если вы пишете на эту тему, народ, вам это нужно знать. Следующий основной срок это 8 декабря. 8 декабря это крайний срок, регламентированный федеральным законодательством. Если штат решил все вопросы, все противоречивые вопросы насчет голосования к 8 декабря, и будут оспорены эти результаты после рассмотрения Конгресса, презумпция будет, что штат определился. То есть, если эти результаты не будут оспорены. Следующая дата, следующий дедлайн, это 14 декабря. По федеральному законодательству США это дата на этот день выборщики голосуют. Следующая дата, это конституционно закрепленная дата, это 6 января 2021 года. в этот день встретится Конгресс и они будут, их повестка дня будет анализ и ратификация, то есть, утверждение результата голосования. Это важно, потому что в тот момент обе палаты Конгресса и палаты представителей и сенаторов захотят что-то оспорить, они смогут 6 января. Но нужно помнить, что если штат посчитал голоса и урегулировал все споры, спорные моменты до 8 декабря, то шанс того, что 6 января кто-то что-то захочет еще оспорить, ну, это мало штат уже определился. Следующая дата, которая задана в Конституции, это полдень 20 января 2021 года, в 2021 году. Это еще одна важная дата, очень важный срок. В этот момент истекает официальная полномочия президента и вице-президента США текущих. И после полудня 20 января 2021 года начнется срок нового президента. Это важные даты, которые прописаны в национальном законодательстве либо в Конституции. Их нельзя изменить судом, по решению суда вообще невозможно. Любые иски, любые попытки инициировать судебное разбирательство нужно будет их урегулировать до 8 декабря. Поэтому времени чуть больше месяца на то, чтобы все вопросы, все разногласия были решены для того, чтобы идти вперед. И в конечном итоге, помните, если эти спорные моменты не будут урегулированы, здесь уже Конгресс подключается 6 января, они решают это на уровне двух палат, палат представителей и сенаторов. По Конституции, строго говоря, с технической точки зрения, если эти вопросы не будут решены, наша Конституция допускает, чтобы Конгресс выбрал президента и вице-президента. Конгресс может это сделать. Если Конгресс не решит эти проблемы, эти вопросы до 20 января, то есть не изберет до 21 года, есть еще одно, это закон о преемственности президента 1947 год. Если нет президента, вице-президента ввиду смерти или инвалидности, невозможности исполнять свои обязанности, в этот момент становится президентом, спикером Нижней палаты Конгресса, палаты представителей Нэнси Пелосе, эти моменты прописаны в законодательстве жестким образом. Есть ли вопросы профессору Шульцу? Я хотел бы еще раз подчеркнуть, вы все журналисты, вы знаете, какие вопросы я сейчас затрагиваю, мы работаем на гребне волны в реальном времени, я даю максимально взвешенные оценки по поводу того, что сейчас произошло, мои. Еще один вопрос, еще один пример, я могу предположить, это тоже такой серьезный вопрос, я могу представить себе ситуацию, когда штат Джорджия развернется и проголосует в пользу Байдена. Это будет, наверное, крупнейшим новостным заголовком дня. Если Джорджия сегодня передумает, условно говоря, это практически гарантирует президентство Джо Байдена, потому что в этом штате никто не предполагал победу Джо Байдена. А какие шансы этого? Какая вероятность? Ну, если вы меня спросили неделю назад, я бы сказал, вообще без шансов, ноль. И даже в ночь выборов, в вечер выборов, я тоже думал, что этот шанс маленький. Но потому что я понял на данный момент, я сейчас вам даю максимально актуальную статистику. 18 тысяч голосов отрыв Трампа. И я сейчас получаю разные оценки. Разные оценки. От 50 до 200 тысяч бюллетеней еще не обработаны, в основном из района Атланты. А район Атланты это электорат демократов. Поэтому можно себе представить такую ситуацию. Можно себе представить ситуацию, что в конце дня по США сегодня, до конца дня, Джорджия подсчитает все голоса и этот штат может тоже склониться пользоваться Джо Байдена. Пока еще шансы маленькие, но тем не менее они есть. Хорошо. Профессор, я хотел бы спросить по поводу вот этих отрывов, которые суждения, которые делают АП, и CNN, Fox News, другие каналы, разные каналы, они используют свои методы обозначения этих прогнозов. Например, в данный момент мы знаем, что АП приписала победу в Аризоне Джо Байдену, CNN пока нет. Можете объяснить, как это выглядит, по какой процедуре они такие суждения выдвигают? И были ли случаи в прошлом, когда было сделано суждение в одну сторону, а потом его пришлось опровергнуть? Хорошо, давайте с последнего вопроса начнем. Самый бурный пример это Флорида 2000 год, когда Associated Press достаточно рано Флориду отдала Эллу Гору, затем поменяла свою точку зрения, приписала победу в Флориде Джорджу Бушу. Если я правильно помню последовательность, Элл Гор тогда начал думать, что он проиграл выборы, он собирался уже звонить Джорджу Бушу поздравить его, а потом Associated Press сказали, нет, там слишком маленький отрыв. Вот это самый такой бопиющий, самый громкий пример. Так, давайте дальше в историю копнем. 1980 год. Было обвинение в адрес Associated Press, что AP могла проголосовать, могла у Рейгана были хорошие результаты, на восточном побережье были хорошие результаты в пользу Рейгана, и достаточно рано Associated Press приписала победу Рейгану. Есть такие-то показатели по восточному побережью, по западному побережью, пока еще цифры не пришли. Это могло повлиять на голосование в западной части США, где выборы еще шли. Поэтому какие методики есть? У них есть свои аналитики AP, CNN, Fox News. У них есть свои, как это назвать, у них есть свои репортеры, которые собирают информацию. Голоса пришли из стратегически важных регионов. Их аналитики делают прогнозы, гадают, как в том или ином регионе сложилась ситуация, в том или ином штате. Но я думаю, здесь ситуация последовательная. Fox News приписала Аризону Байдену. Fox News в США обычно обвиняют за республиканскую, очень консервативную позицию. Им приписывают республиканскую позицию. Они приписали Байдену победу. Трамп вчера очень сильно разозлился на Fox News, типа, ребята, как вы могли так со мной поступить, приписать победу Байдену? Но я думаю, что по тем причинам, которые я помянул ранее, Fox News угадала правильно. Будет Трампу очень сложно преодолеть этот отрыв. Отрыв от отрыв, который у Джо Байдена есть перед ним, от него. Филадельфия и Джорджия скоро посчитают голоса, и они, скорее всего, будут в пользу Джо Байдена по упомянутой высшей причине. Тогда уже будет все равно, что произошло в Аризоне, что будет в Аризоне, что произойдет в Аризоне. Давайте представим, что это у нас пазл такой. Пазл складывается гораздо лучше, легче для Байдена, чем для Трампа, если вот так метафорически представить. Есть ли еще вопросы у участников? Да, кстати, давайте я введу свою почту. Я хочу всем дать шанс задать мне вопрос по почте. Я сейчас его впечатаю, если у вас его нет. По мере развития событий, если вы захотите впоследствии в догонку мне задать вопрос, я постараюсь ответить на него. Я веду лекции, поэтому здесь могут быть, скорее всего, задержка по времени с моим ответом. и у нас еще 9 часов разницы по времени часового пояса. Хорошо, у меня тоже есть вопрос по поводу того, что не только выборов президента, но и выборы в Палату представителей и Конгресс. Можете рассказать чуть больше про эти выборы? Результаты? Как будет выглядеть политическая система, структура, если выиграет Байден? У нас пока не определен состав. Скорее всего, демократы будут сохранять свое лидерство в Палате представителей. Может быть, у них не будет такого подавляющего сильного большинства, но у них все будет большинство в Нижней Палате. Если, конечно, что-то из ряда не произойдет, то Нэнси Пелоси сохранит свои позиции, свою роль спикера. Республиканцы будут контролировать Сенат. Я предсказывал, что у них будет 50 на 50. То есть 50 сенаторов от демократов, 50 сенаторов от республиканцев. вряд ли демократы выиграют сенат, вряд ли возьмут его под свой контроль. У республиканцев будет большинство 52 на 48. Что значит, что Митч Макконнелл останется главой большинства, фракции большинства в Сенате. Если Джо Байден выиграет, это скажем так, будет сложно претворить в жизнь его новую политику. Будет разрыв, Джо Байден будет президентом, демократом, а в Сенате небольшое большинство республиканцев демократы в Палате представителей. И функциональность наверное возможность претворять жизнь в свои решения у Байдена будет ограничено. Если у демократов в Сенате сложится 50 на 50 и Байден выиграет выборы по Конституции США, вице-президент может решать спорную ситуацию. Это для Байдена решит, упростить задачу, претворять свою политику. Но опять-таки у него будет микроскопическое большинство в Сенате. И микроскопическое большинство, даже большинство в парламенте, не значит, что это большинство будет голосовать за решение демократов, признятый демократ. Будет у него сложно. Если Трамп выиграет выборы каким-то образом, то опять-таки разделенное по партийной мнению правительство расколотое будет продолжением той ситуации, которая есть сейчас. А если Байден выиграет, что изменится для Беларуси? Отличный вопрос. Что мы не знаем? Я не знаю, кто у него будет в команде по международным делам, иностранным, то есть МИД, кто будет госсекретарем. я не знаю, кого он назначит на пост министра обороны, поэтому здесь слишком много тематика доминировала. Внутренние проблемы к пандемии, поэтому на иностранную политику Соединенные Штаты пока слабо обращают внимание. Китайская контраговая война с Китаем на данный момент сложно сказать. Байден заявил, что он зовет более жесткую позицию по отношению к Путину. Я не знаю, что это значит, что за этим реально будет стоять. Я сам интересуюсь этим вопросом. И далее, я не знаю, что Байден предпримет по отношению к Беларуси. зашел на его веб-сайт и ничего там не видел по поводу Беларуси, поэтому без понятия. да, никто не знает. спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да, у меня есть вопрос, быстрый вопрос. Если выиграет выбор Байден, почему вы думаете, почему вы думаете, что он одержал победу, одержит победу? В основном это был референдум в поддержку или против Дональда Трампа. Дональд Трамп, помните, в прошлый раз не выиграл национальное большинство, то есть он выиграл выборы выборщиками, но не большинством голосов общенационального голосования и за последние четыре года он ничего не сделал для того, чтобы расширить свою электоральную базу. У нас были с 2018 года промежуточные выборы были указания на то, что молодежь особенно женщины, образованные женщины из пригородов его не любят. Они пошли на выборы в 2018 году не пошли и в 2016-м и в этом году они очень сильно активно проголосовали. Все указывает на это. Особенно этот круг класс общества. Образованные женщины из пригородов. Помните вот это, когда Трамп говорил, что женщин будет хватать за интимное место или комментарий, который он делал в адрес женщин. Это ему не добавило пользы, не добавило голосов, симпатии. То, что он про иммигрантов говорил, это мобилизировало демократов, это мобилизовало базу избирателей. Джо Байден больше центристская позиция. Он воспринимается как центрист и в основном человек, которому всем нравится, который во многом случае многим нравится. Во многих случаях. Нравится вам позиция Джо Байдена или нет, это как-то уже в тени было. Люди думают, что он приличный человек. И я думаю, что это его продвинуло. Эти выборы были в пользу того, то есть определяли, поддерживает народ имидж Дональда Трампа или нет. Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Традиционные демократические штаты. Там много рабочего класса. Джо Байден более привлекателен для рабочего класса, чем госсекретарь Клинтон тогда. Ну, во-первых, он мужчина, то есть честно надо быть. И с другой стороны, есть выражение в США. В США я проголосую за того, с кем может быть выпить пивка или кофе. И для многих людей можно имидж Байдена такой человек, с которым можно сесть и в баре хлопнуть стаканчик. Я думаю, этому нехило помогло. Но что касается интенсивности оппозиции, очень сильная оппозиция. Именно то, что Трамп против его настроил широкие массы. Это серьезно подвинуло шансы Байдена вперед. Еще вопросы, комментарии? ответы, да. Спасибо, переводчику, на всякий случай скажем. Спасибо, Юрий. И за вопрос, спасибо по поводу того, что будет, если Байден выиграет. Если вопросов не будет, я просто лишний раз подчеркну, не стесняйтесь выходить со мной на связь. Прошу прощения, не знаю, сколько из вас будете, как мы называем, совами в США, совы-жаворонки, не знаю, сколько из вас будут сегодня сововать. Восемь вечера это не поздно, но если у меня будет полночь или у вас уже утро будет, раннее утро, могут развиться события, которые прольют свет на ситуацию чуть лучше, чем сейчас. Можете мне имейл написать, вот там почта есть, и мы пообщаемся. Хорошо, большое спасибо, профессор, большое спасибо за то, что присоединились к нам. Всем спасибо другим присоединившимся. Надеюсь, что скоро вы сможете нормально отдохнуть, выспаться. Спасибо, до свидания.